Ребята, сейчас мы с вами посмотрим, да что там посмотрим, попробуем мечту, наверное, любого геймера, прям трон, тронище от компании Acer, это Predator, и стоит эта штука будет, наверное, как где-то однушка в Одессе, ну, в общем, давайте разбираться. Как вы поняли, это не совсем кресло, а целая игровая комната, которая представляет собой готовое решение из геймерского кресла, консоли для мониторов, подставки для ног, объединенных в одно устройство. Передняя панель оснащена регулируемой подставкой для клавиатуры и подставкой для ног, а также консолью для мониторов, которая легко регулируется по высоте и глубине. Максимально можно установить три монитора, но и такого количества более чем достаточно для максимального погружения в игровой процесс. Я не понимаю, что происходит, у меня сейчас голова закружится. Отвечаю. Куда, что, куда бежать? Ё-моё. Не, чувство вообще очень необычное, если честно. Когда ты понимаешь, что боковым зрением у тебя какая-то движуха происходит, очень трудно сконцентрироваться. Почти как VR. Вот, как первый раз в VR играешь, и у тебя, короче, с вестибуляркой проблемы, но в этом что-то есть. Кроме того, над средним монитором можно расположить камеру и микрофон, чтобы с комфортом проводить трансляции в YouTube, Twitch или Mixer. ПК находится за креслом, а все провода спрятаны таким образом, чтобы оставалась возможность добраться к ним, но в то же время они не мешали наслаждаться геймплеем. При необходимости дополнительно вы сможете заказать стабилизатор сидения, держатели для стаканов и наушников, конденсатор USB или дополнительную камеру. Минимальный комплект кресла стартует с отметки 10 тысяч долларов, а старт продаж планируется на первый квартал 2020 года. Кстати, прикольная штука с массажером. Так, попробовали немножко больновато. Вообще непривычное ощущение. Вот когда вы первый раз пробуете, допустим, VR, у вас вестибулярный аппарат начинает немножко шалить. И здесь то же самое происходит. Хочется как-то подальше отстраниться, потому что когда ты боковым зрением видишь какие-то движения на экране, у тебя еще диссонанс происходит. К этой штуке нужно привыкать. И геймеры это почти как космонавты. Я не знаю, как они это выдерживают все. Друзья, вот такой вот маленький отчет о необычном гаджете с выставки ИФА. С вами был Иван Лучков, канал. Подписывайтесь на канал, участвуйте в наших конкурсах. Заходите к нам в телеграм-канал, там много интересных новостей. Пока!